Я вернусь к событию, которое еще не случилось, которое должно случиться ровно через несколько часов после конца этой передачи. Я имею в виду запуск первой частной ракеты с двумя астронавтами к МКС, который должен состояться в 22 часа 22 минуты по Москве. Ракета, сделанная Илоном Маском, и я две вещи хочу вам напомнить. Во-первых, что Илон Маск стал миллиардером не потому, что он играл в хоккей с Путиным, или был его массажистом, или поваром и охранником. А это человек, который приехал в Америку, который эмигрант, который занимался физикой в университете Пенсильвания, который поступил в Стэнфорд в 95-м году, пробыл там два дня, ушел из университета, а основал свою первую компанию в 24 года, у него было ровно 2500 долларов. Ну и компьютер. Эту компанию он через 4 года продал за 300 миллионов, основал PayPal, потом продал свою долю уже в PayPal iBay за 200 миллионов долларов, и после этого в 2002 году запустил SpaceX и в 2003 Теслу. Этот человек крайне эксцентричный, как позволить на гению. Он нанимал лучших инженеров, но самое главное, работал вместе с ними. Маск спал в офисе или прямо на фабрике. Вот проще всего сказать, что он работал 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. И не более не менее, как хотел колонизовать Марс и радикально снизить стоимость космических полетов. И действительно, вот с того момента, когда компания работает меньше 20 лет, они создали несколько ракет, в том числе Falcon и Falcon 9. Они, собственно, уже создали фактически многоразовую ракету. Они создали двигатели Merlin Kestrel & Draco. Они создали космический корабль Dragon. И вот я хочу еще раз напомнить, это все сделал один человек, иммигрант, который основал свою первую компанию, 2,5 тысячи долларов. У меня вопрос такой, знаете, для дураков. Я напомню, что в 18-19 веке Россия была местом, куда приезжали немцы, французы, кто угодно, делали великолепную карьеру. И тогда Россия была империей. И она стала империей, в том числе и прежде всего благодаря европейским иммигрантам, в том числе и на троне. И вот интересно, такой риторический вопрос, почему иммигрант Илон Маск не приехал в Россию? И как вы думаете, как скоро бы, если бы он приехал в Россию и начал здесь делать частную космическую кампанию, оба Стрыкина и Бортников посадили, и, значит, какие-нибудь путинские друзья отобрали бы его разработки и все это загубили? А второе. Космическая гонка, она всегда была делом государств Советского Союза и Соединенных Штатов. И нам всегда говорили, что это такая область, где нужны гигантские вложения, это только государство, это только оно это может. И вот в создании всех этих ракет все это обошлось маску в 400 миллионах собственных и заемных средств. А вот ракета Ангарам, многострадальная, которая там полетела, уж не помню, на 10 или 12 лет позже, чем она должна была полететь, на Ангару мы потратили 7 миллиардов долларов, а НАСА, которая тоже разрабатывала новый космический корабль многоразового пользования, она, значит, на него потратила 30 миллиардов американских налогоплательщиков денег, и воссы ныне там. То есть обратите внимание, оказалось, что космические полеты это вовсе не зона монопольного бизнеса государств, а это так, они сначала просаживают на их разработку гигантские деньги, а потом говорят, ну слушайте, ну космос, это слишком неокупаемая вещь, чтобы поручить ее участниках. Я не буду сейчас говорить о других разработках масла, о Тесле, о солнечных батареях, которые, кстати, похоже, провалились. Это нормально, не все проекты должны удаваться, про гиперлуп, не буду говорить о его смешных поступках, когда он, например, назвал дайвера, спасавшего детей в Таиланде, педофилом. Не буду говорить даже о вещи, которые я просто внутренне аплодирую, потому что Маск только что сейчас заявил, что подаст суд на власти Калифорнии за то, что они не разрешают работать Тесла. Вот сначала Павел Дуров сказал, что Калифорния не лучшее место для бизнеса. Вот теперь Маск это говорит, потому что, ну да, есть такая проблема, что в Калифорнии потихонечку наступает социализм, он вообще наступает везде, где хорошо, и это хорошо производит много халявщиков. Это так достаточно неизбежно. Я как-то поминала арабского философа Ибн Хальдуна, который говорил, что вот как только аппетиты правителей растут, так налоги в стране увеличиваются, и после этого в стране наступает стагнация, и после этого династия падает из-за новых варваров. А вот у Ибн Хальдуна росли аппетиты правителей, а в демократических государствах аппетиты растут у халявщиков, по мере того, как улучшается ситуация в экономике. Впрочем, к сожалению, вернее, скажем так, в демократических государствах они растут у тех, кто внизу, те, кто внизу являются халявщиками, а в автократических государствах типа той же самой России, халявщиками являются те, кто вверху. Я только одну вещь скажу, что вот должен был корабль запуститься в среду, и президент Трамп приехал, отложив все дела на его запуск, а запуск отложили, потому что погодные условия были не такие. Вот как вы думаете, вы можете себе представить, чтобы у нас, когда вот такая помпа и все собралось, и президент приехал, отложили запуск из-за боязни потерять жизни членов экипажа? Я думаю, мы можем прекрасно ответить себе на этот вопрос. Вот хотя бы в связи с последним решением Путина 24 июня провести парад, который не угрожает здоровью тысяч его участников, но 21 июля отменить саммит ШОС, который угрожает здоровью драгоценнейшего вождя. А всего лучшего! До встречи через неделю! С вами была Юлия Латынина. И не забывайте подписываться на Сьюб-канал Латынина ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова